В начале вечера старшеклассников с наступающим Новым годом поздравили первые лица города и района, назвав этот первый балл за рождением новой традиции. Пожелать вам удачи, успехов в выпускных экзаменах, легкой учебы в оставшиеся полгода. У нас замечательная молодежь, стремящаяся к интересной и плодотворной жизни, отметил глава района Сергей Кошман. Сегодня во дворце спорта собрались ребята из всех 11 образовательных учреждений города, для того, чтобы почувствовать, прежде всего, хорошее новогоднее настроение, потому что ребята нормально поработали в уходящем учебном году. И надо сказать, что вот эти непродолжительные новогодние каникулы должны послужить, прежде всего, для укрепления бодрости духа, для здоровья, для всего того, чтобы потом им помогало закончить нормально учебный год. Каждое из 11 образовательных учреждений Видного представили свою творческую программу на конкурс презентации. Выступления были разнообразны. Одни выходили большой командой, занимая чуть ли не всю сцену, словно доказывая, наша школа самая дружная. Другие старались поразить зрителей яркостью костюмов и искрометным юмором. Третьи восхищали изяществом. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пока жюри решала судьбу команд, всех участников праздника пригласили на фуршет. Это была еще одна возможность поделиться друг с другом впечатлениями о прошедшем конкурсе и о вечере в общем. Мне очень нравится то, что у нас в Ленинском районе заходят это мероприятие. Дети ждали его. На этой дискотеке они с интересом как бы репетировали, готовились. Первый раз мне понравился такой праздник. Хорошо, что мы еще в следующем году такой устроили. Мне понравилось. Никогда раньше не участвовал, но это дико весело. Теперь буду всегда это делать. Объявляя результаты конкурса, жюри отметила, что каждая команда достойна приза и звания. Так, в номинации «Самая дружная команда» победу одержала школа номер один. Самыми креативными стали ребята из школы номер два, а оригинальными – учащиеся профессионального колледжа. Лучшим творческим союзом признали сборную команду школ номер 6, 7 и 9. Каждому образовательному учреждению администрация городского поселения «Видное» вручила телевизор. А в завершении вечера составилась дискотека с участием диджея «Бобины» и группы «Инфинити». Татьяна Брылова и Адамия Елена Кошелева. «Видное» ТВ. Продолжение следует...